Самая болезненная тенденция 2015 года – повышение тарифов на коммунальные услуги – сохранилось и в нынешнем году. В этом году сутки возросли тарифы на газ, на электроэнергию и опаление. То есть эти тарифы установили государство, они прямо защипили каждую родину украинскую. И вот один из результатов такой, что начали стримко возрастать борги за житлово-коммунальные послуги, потому что люди не все способны оплачивать коммуналку. В течение года электроэнергия дорожала два раза – 1 марта и 1 сентября. Таким образом, первые 100 кВт расходуются по цене чуть более 71 копейки. При использовании от 100 до 600 кВт граждане платят 1 гривну 29 копеек. Свыше 600 кВт – 1 гривну 64 копейки. В мае на 85% выросла и стоимость горячей воды. Цена закуп составила 72 гривны. Отопление подорожало на 100% с 14 до 28 гривен за квадратный метр. На фоне повышения тарифов в 2016 году количество горожан, которые получают льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг в Запорожье увеличилось в 4 раза. Всего в области в этом году субсидию оформили 374 тысячи семей. На сегодняшний день государственной поддержкой пользуются 82% жителей области. В органах социальной защиты говорят, денег, выделенных на компенсацию оплаты коммунальных платежей, хватило. Заплановано было близко миллиарда гривен на Запорожье область на субсидии. На сегодня нам вдвече подвищили сумму коштей у нас 2 миллиарда на компенсацию пильг и субсидий. В 2016 году государство занялось пересмотром социальных стандартов. С 1 декабря минимальная зарплата выросла до 1600 гривен. В следствии для 300 тысяч пенсионеров области государственные выплаты увеличились на 10%. Перш за все тих осіб, которые получают минимальную пенсию. Мінімальную пенсию при умове стажа для мужчин 25 лет, для женщин 20 лет и тем, кем была пенсия призначена до 1 жовтня 2011 года. И 35 лет для мужчин, 30 лет для женщин после 1 жовтня 2011 года. Но, как утверждают эксперты, эти изменения связаны не с ростом экономики, а с принятием соответствующих постановлений. Последнее из них – увеличение минимальной зарплаты до 3200 гривен с 1 января следующего года – может негативно отразиться на малом и среднем бизнесе. Мы проводили у себя исследования, на самом деле не радужные, если честно, перспективы. Я думаю, мы и с этим справимся, но это опять притормозит развитие бизнеса на определенное время. Ну, естественно, сразу первой же реакцией на все это будет повышение цен, потому что откуда-то бизнесу нужно взять эти деньги, которые нужно заплатить. До минималки привязаны все податки, которые сплачивает малый и средний бизнес. Вот минималку подняли в два раза, а податковое навантажение в связи с этим на малый и средний бизнес сближится майже в два с половиной рази. Для кого 2016-й стал успешным, так это для аграриев. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, количество собранной с полей пшеницы, ячменя, подсолнуха и даже гороха порадовало. Из 122 тысяч, майже 123 тысяч зерновых, 92 тысячи отримано урожай и вал озимой пшеницы. Озими, ячминь мы посеяли, сияли, вернее говоря, и убирали, получили непоганий урожай. Есть господарства, которые получили очень хороший урожай за 50 центнеров, по 40 центнеров. Горох уродил в этом году, как никогда. На протяжении 25 лет урожаю такого не было, как в этом году. Значит, по 30,4 центнера получили урожай гороху. А вот на цене хлеба такой успех аграриев не отразился. Подорожание произошло в конце осени. Взрастание вартости хлеба складает от 4 до 6%. Если в регламенте, то это 26-40 копеек в среднем. В зависимости от вида хлебоволочного выробы. Рост стоимости хлеба экономисты связывают с рядом факторов. Не исключают отмену государственного регулирования цен на продукты. Сейчас, как бы сказать, что полностью экономически обоснованы данные подорожания. К сожалению, нет таких оснований. Кроме того, что планируется, что должна возрасти зарплата, все остальные составляющие, в принципе, не настолько возрастают, чтобы привести к такому подорожанию. Кроме хлеба, после такого шага правительства необоснованно подорожали в Запорожской области и другие продукты. Свинина выросла в цене примерно на 1 гривну и 60 копеек. Молоко подорожало почти на гривну и 20 копеек. Масло на 2 гривны и 60 копеек. Сахар подорожал на гривну. В цене упали только яйца. Более чем на 2 гривны и 60 копеек. Экономисты считают, что это не совсем рационально. Что в условиях, когда экономика находится в кризе, все же таки державе нужно регулировать и контролировать цены, приношем на такие элементарные продукты харчевания первой необходимости. Несмотря на некоторые негативные изменения в экономике, Украина завершает год с приростом ВВП в 1,5%. Небольшой рост экономики эксперты прогнозируют и в следующем году. А основные экономические показатели и приоритеты области 2017 года остаются неясными. До утверждения бюджета.